Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в русский дом. Моему сыну было 15 лет, когда я узнала, что он употребляет наркотики. Так начинается письмо одной русской женщины к другой. Сын наркоман или дочь. Только те, кто пережил это несчастье, могут понять весь ужас этих слов. Эта беда пришла в Россию вместе с реформами. Сегодня, по мнению специалистов, их уже более 3 миллионов человек наркоманов, а по другим данным 12 миллионов. Из них 20% подростки 15-16 лет, 15% 17-18 летние и 20% 19-20 летние. Смотрите, под угрозой оказывается все новое поколение страны. Письмо, которое мы напечатали в мартовском номере журнала «Русский дом», написано матерью, которая пережила это страшное несчастье, вымолила сына у Бога, написано оно другой женщине, горе которой продолжается. Это письмо, как ответ на крик о помощи. Сейчас ногами переписывается и ходит по Москве из рук в руки. «Русский дом» напечатал его с верой и надеждой во спасение заблудших. Главное, не отчаиваться и не унывать. Господь всемилостив. Сегодня в программе. Праздник Державной иконы Божьей Матери, рассказ о новом храме. Гвардии священник от Чечни до Северного Польса. Вестник русского дома от четверга до четверга. Слезы и радость художника, репортаж из русской семьи. Зарубки, памятные даты истории, события недели, комментарии генерала-лейтенанта Николая Сергеевича Леонова, профессора МГИМО. Сегодня по всей России происходит нечто удивительное. Восстанавливаются и строятся новые православные храмы. Еще лет 20 назад никто не мог предвидеть, что такое случится. На ослабление антирелигиозной пропаганды оптимисты еще могли надеяться. Но то, что русская земля начнет покрываться новыми и обновленными церквами, не могло тогда присниться даже во сне. В связи с этим всплеском храмостроительства, отличающим Россию от всех остальных стран, где ничего подобного не наблюдается, возникает вопрос. А кто и как строит храмы? На него отвечает в журнале «Русский дом» писатель Виктор Николаевич Тростников. А мы расскажем вам о новом храме Державной иконы Божьей Матери в Москве, построенной в районе Чертаново. Защитница и покровительница России Державная Божья Матерь явила свой образ народу 80 лет назад. В деревне Починок, что под Москвой, благочестивые крестьянки Евдокии и Андриановой привиделись два сна. В одном из них голос поведал, что есть в селе Коломенском икона, которую нужно найти и дать людям. В другом она увидела белую церковь, где хранилась икона. Не в силах отрешиться, Евдокия пошла в Коломенское и с радостью обнаружила там белокаменный Вознесенский храм, где 2 марта 1917 года, в день отречения царя Николая II от престола, с трудом отыскала в подвале виденный ей образ. Словно сама Божья Матерь решила принять на себя державную власть русского престола. Минуло почти столетие, и в Москве появляется храм. С благословения его святейшества, святейшего патриарха московского Иссера Алексея, было отслужено на этом месте молебен. Молебен, который дал начало строительства храма-часовни в честь иконы Божьей Матери Державной. Когда еще только был заложен фундамент, отец-метрофан решил начинать совершать благослужение. Народ стоял практически на открытом месте, вокруг лежали бетонные блоки, но у прихожан, конечно, желание и рвение было особое. То есть ни дождь, ни снег, ни холод их не пугал. Пройдет еще несколько лет, и здесь будет воздвигнуто большое и красивое каменное здание, а может даже и воскресная школа. Продолжается Великий пост, время учебы любви к Богу, к ближним. Святой апостол Илаван, любимый ученик Христа, жил до глубокой старости. Когда у него не стало сил ходить, ученики приносили его на своих руках на собрании верующих. Наконец, и говорить ему стало трудно, он все время повторял только «Дети мои, любите друг друга». Удивляясь этому, ученики спросили его «Зачем ты, учитель, повторяешь одни и те же слова?» «Слова эти – заповедь спасителя», – ответил Илаван, и эта заповедь содержит весь закон. Если бы мы жили по этой заповеди, то разве могло ли случиться, что в России несколько миллионов беспризорников и детей-сирот, и 90% из них имеют живых родителей? Каждая вторая семья распадается, и каждая находит оправдание, начиная от тяжелых материальных условий, кончая, не сошлись характерами, разлюбили. Да, трудно найти семью, в которой все было бы благополучно. Одни отчаиваются, разбегаются, а другие с верой и надеждой на Господа не ропщут на свою многотрудную долю, а по мере своих сил и возможностей стараются любить друг друга. Вот о такой семье наш рассказ. Вот сыночек мой, это наш кормилица. Несмотря на его болезни, и он зарабатывает деньги, и нас содержит, ну, с его папой, да. В основном он, пенсии у нас маленькие, вот он. Он кормилица, наш кормилица. И он нас в настоящее время содержит. Вот все, что он, все, что сейчас у меня есть, это он. Эти незамысловатые пейзажи написал сын Веры Васильевны, Анатолий. С полутора лет он прикован к креслу, неизлечимой болезнью мышечной атрофии. Вера Васильевна покидает дом только на два часа, чтобы продать работу Анатолию. Его натюрморты и пейзажи нравятся людям своей непосредственностью и какой-то тихой, неброской красотой. И, конечно, никто не догадывается, что писал их человек, который не в силах даже удержать в руке металлическую ложку. Вера Васильевна продает картины совсем дешево, за 35 рублей. И пусть обижают конкуренты, торгующие своей продукцией в несколько раз дороже. И пусть гоняет милиция, она знает, что то ли на работе кому-то доставит радость. Люди сейчас плохо шутят. Пускай и купят, порадуются. Некоторые, кто покупает, говорят, у меня врач, который нас лечит, говорит, я отдыхаю. Пускай отдыхают, заради Бога. У нас нет культа зарабатывания денег. Мы не привыкли к деньги. Если мы даже зарабатываем, мы их легко тратим. Немец какой-нибудь, он будет по фартингу складывать, пока он нафиг не вырастет много, и он будет какой-нибудь вложить в какое-нибудь дело, и он будет там крупы сыновья. Нет. У нас, как они легко приходят, так легко и уходят. А это православие. Ведь в православии... Красота нужна. Вот. Которая спасет мир. А в пейзаже есть? Есть. Но как же это пейзаж? Это творение рук нечеловеческих. Нерукотворное это дело сделано. Это сделано... Ну, пускай будет сделано божественной силой. Это же... Так вот представь. Вот в прошлом году был снег, да? В апреле. Как он все это завалил. Цвета белая. Цвета белые там, похолоднее, потеплее. Вот красота-то. Или осень взять. Вот это вот такая вот золотая, когда вот на одном, наверное, на дальнем плане несколько цветов. Там и зеленые, и яркие, и розовые. И чего там только нет. Вот красота-то. Толя никогда не чувствовал себя обделенно. В детстве его окружали любимые игрушки, книги, друзья. Любящие родители были всегда вместе с ним. Музеи, театры, на даче или на детской елке. Он окончил Народный университет искусств, курсы английского языка. А теперь он хочет написать книгу фантастических рассказов. И разработать дизайн нового автомобиля. Но, как всякий художник, в глубине души, он, конечно же, мечтает о собственном вернисаже. Сколько себя помните, когда лепил? Всегда. Машины, войну солдатиков, танки. А потом как-то я в школе учился. И я иногда поспорил, что я нарисую Джаконду. Я нарисовал Джаконду. Потом мне учителя стали альбомы приносить. Я рисовал стадницу Брюлова. На стаднице. Ну, портрет один. Вот. Все были... У меня, ну, никто не очень получился. Но кружевной воротник и локоны были живыми. Десять лет этим сейчас уже занимаюсь. Как есть такая поговорка у художника. Сначала надо набить глаз, потом надо набить руку. Сейчас уже набивается рука. Глаз я уже себе набил. Все. Работаю. Из магазина. Мама привозила, там, просила, чтобы посмотреть мазки. Это было что-то. Я в ночь рисовал это. Чтобы, ну, научиться. Потому что самое, вот, когда рисуешь, мазки, мазок, мазок. Это, ну, это самое главное. Ну, мне так кажется. Это опять щитка, чисто моя точка зрения, что вот мазок – это самое главное в живописи. Маслом. Вот. И я смотрел. Мы приехали в деревню Май. Я как-то вот вышел на улицу. И там такая полянка, и она вся желтая. Это мне так поразило. Я на другой день сел, нарвали, поставили в стакан, и я нарисовал. Одуванчики. Вроде простой цветок примитил. А цвет какой-то такой желтый. Пахнет весной. Да, солнце? Вот я когда там в деревне с пацанами говорю, они мне всегда говорят, не могу. А я им всегда говорю по-другому. Для человека не существует слова «не могу». Есть слово «не хочу». Человек может все. Вот он не хочет, он не сделает. А если он захочет, он все может. Вот у него было два инсульта. Вот я его поставила на ноги. Я его даже в больницу не отправила, потому что то ли оставить не с кем. Я его дома положила, укола сама делала, массаж делала. Вот, пожалуйста. Я ему год делала массаж. Каждый день, каждый день. Вот все. Вот все мои заслуги. Сын и муж. Да. И я счастливая. Вот эти буквы – это слава Богу. Я на каждой картинке это мне ставлю. Меня многие спрашивают, что это. Слава Богу. Слава Богу. 65 лет назад, 9 марта 1934 года, в селе Клушино Смоленской области родился Юрий Алексеевич Гагарин. В апреле 1961 года летчик-космонавт Гагарин совершил на советском космическом корабле «Восток» первый полет человека в космос. Многовековая мечта людей вырваться за пределы Земли сбылась, и осуществил ее наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 95 лет назад, 10 марта 1904 года, в Желтом море на пути к порту Артуру, произошел бой русского миноносца, стерегущий с японской эскадрой. Более двух часов отважный экипаж миноносца геройски отражал японские атаки и нанес тяжелые повреждения двум кораблям противника. Решив захватить полузатопленное судно, японцы отправили к нему шлюпку. Но последние оставшиеся в живых русские матросы, не желая сдаваться врагу, открыли кингстоны и затопили свой корабль, погибнув в морской пучине. В память о подвиге стерегущего в 1911 году в Санкт-Петербурге установлен обелиск. 435 лет назад, 11 марта 1564 года, в Москве выпущена первая русская печатная книга «Деяния и послания апостолов». По словам летописи, эта древнейшая из печатных книг российских была замечательна красотою букв и бумаги. Выпустили книгу российские первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец. Инициатором же создания первой русской типографии был митрополит московский Макарий. Так в России началась эпоха книгопечатания. 300 лет назад, 12 марта 1699 года, скончался Франц Якулевич Лефорт, швейцарец, уроженец Женевы, один из ближайших сподвижников Петра Первого. Лефорт был тем иностранцем, который оказал большое влияние на мировоззрение Петра, особенно на приобщение молодого царя к европейскому стилю и привычкам. Это влияние не всегда было благотворным. Дружба с Лефортом пристрастила царя не только к новым знаниям, но и к путежам с попойками. Ныне память о знаменитом Женевце, формировавшем взгляды Петра и тем самым косвенно повлиявшем на ход истории российской, сохранилась в названии одного из старых московских районов – Лефортово. 14 марта 1881 года на российский престол вступил император Александр III. Его деятельность отличалась усилением регулирующей роли государства. Он принял страну с расстроенными финансами, напряженной внутренней обстановкой, позорным пятном Берлинского Конгресса, а оставил державу гарантом европейской безопасности, на гребне экономического подъема и со стабильным обществом. К значительным достижениям Александра III можно отнести усиление индустриальной мощи России, рост патриотизма и национального достоинства в русском обществе, развитие широкой сети церковно-приходских школ, начало финансового оздоровления, укрепление престижа и позиций нашей страны в международной жизни. Этот царь подарил России длительный мир, за что был прозван миротворцем. Когда его не стало, писал Сергей Юрьевич Витта, вся Европа почувствовала, что уходит сила, которая держала своей нравственной фигурой Европу. Только тогда все осознали ту громадную роль, которую играл этот император в международном мировом положении. 140 лет назад, 16 марта, родился Александр Степанович Попов, великий русский изобретатель радио. Да, в России изобрели радио и телевидение, а сегодня не знают, как их обуздать. Депутаты даже приняли законопроект о Высшем Совете по защите нравственности телевизионного и радиовещания. Думал ли Александр Степанович Попов, изобретая радио, и впервые используя его для спасения попавших в беду, что теперь людей надо будет спасать от радио и телевидения. Но дело не в радио и телевидении, как в технических средствах. Главное, в чьих и каких руках они находятся. То, что не в государственных сегодня, это точно. Открываются десятки частных каналов, а государственное телерадиовещание скукоживается, как шагреневая кожа. Ведь кто владеет средствами массовой информации, тот владеет умами. Если сегодня в России электронные средства массовой информации разобщают людей, то есть яркий пример, как телевидение собирает их в одно государство. Для начала тест на общую эрудицию. Как Вы думаете, сколько у Великой России спутниковых телеканалов, типа американского CNN или британского BBC, специально рассчитанных на доведение точки зрения российского государства до иностранной аудитории? Угадали, ни одного. В конце 20 века одна из крупнейших держав планеты общается с окружающим миром лишь с помощью допотопного радио. Да и то лишь в тех редких случаях, когда есть деньги на оплату международного радиосигнала. О какой эффективности внешнеполитической пропаганды, да и внешней политики как таковой, можно в таком случае говорить. Но есть в мире, оказывается, и пример обратного свойства. Небольшой народ, не имеющий даже собственного государства, живущий у себя на родине в почти средневековых условиях и ведущий тяжелую борьбу за собственное существование, нашел силы и средства для развертывания суперсовременной системы спутникового телевидения, благодаря работе которой о нем, в сущности, узнал весь мир. Речь идет о телевидении Курдистана. Его передача не нравится многим странам, особенно Турции, которая обвиняет его в поддержку запрещенной в стране Курдской рабочей партии. Отсюда, из Бельгии, с пригорода Брюсселя Дендерлеу, и ведется подготовка программ для МЭД-ТВ. Здесь находится главная студия этого телевидения. Курдское телевидение в прямом смысле слова международное. Трансляции из бельгийской студии ведутся на большую часть Европы, Ближний Восток, Северную Африку и Центральную Азию, на курдском, турецком, английском, арабском и даже ассирийском языках. Существуют долгосрочные планы выпуска программ и на русском языке, рассчитанные на российскую общественность и, в частности, на курдов, проживающих на территории бывшего СССР. Курдское население живет в Закавказском регионе бывшего Советского Союза, и мы хотим, чтобы они смотрели МЭД-ТВ и на русском языке. У нас в Москве также есть люди, которые помогают нам переводить русские фильмы на курдский язык. Содержание программ курдского телевидения, разумеется, связано прежде всего с борьбой, разделенного линиями границ курдского народа за собственную государственность, против навязанного в результате исторической несправедливости прозябания на задворках враждебных ему государств. Очевидно, что такая информационная политика приветствуется далеко не всеми. Спецслужбы ряда государств, и в частности Турции, используют против МЭД-ТВ весь арсенал диверсионных приемов, от массовых конфискаций спутниковых тарелок у населения и организации полицейских налетов на редакционные помещения до совсем уж экзотической электронной борьбы в космосе. Спутниковый сигнал курдского телевидения пытаются подавить с помощью ультрасовременных космических глушилок. МЭД-ТВ – это голос свободы всех дискриминированных народов, которые борются за свое существование. С первого же дня турецкое государство использовало все свои возможности, а также дипломатические, политические и экономические отношения с Западом, чтобы запретить вещание наших программ. Репрессии идут не только против МЭД-ТВ, но и против оппозиционных газет, которые в Турции закрывают. И, тем не менее, программы курдского телевидения доходят до своих адресатов. Вовсе не случайно в последние годы тарелка спутникового ТВ стало самым популярным предметом домашнего обихода в курдских семьях, в каких бы дальних краях они ни находились. По существу, благодаря этому телеканалу, курды смогли создать нечто вроде виртуального государства, объединив в мировом телевизионном пространстве свои некогда разрозненные национальные силы. Они сделали тем самым огромный шаг к созданию полноценной курдской государственности. На днях весь мир мог наблюдать за поразительной по своей организованности международной акции курдов в поддержку арестованного турками лидера Абдулы Аджалана. Тысячи курдов в разных точках планеты одновременно вышли на улицы городов, требуя его освобождения. Курдское телевидение сыграло роль основного координатора этой, в сущности, всепланетной кампании. Наличие у народа собственного общенационального телевидения, имеющего к тому же статус международного, является прямым доказательством его состоятельности и его права на занятие достойного места в мировом сообществе наций. И эта истина имеет отношение не только к курдам. Россия, изо дня в день теряющая свои информационные позиции в мире, не способная сегодня объединить хотя бы в телевизионном пространстве миллионы разбросанных на просторах Евразии соотечественников, рискует расписаться в собственной национальной несостоятельности и вынести самой себе суровый исторический приговор. Александр Сивов, Юрий Селиванов. Специально для программы «Русский дом» из Брюсселя. Субтитры создавал DimaTorzok А ведь сегодня даже для непредубежденного человека видно, что ведется информационная война против правительства Примакова. Абсолютно правильно. По-моему, нет ни одного государства в мире, где бы правительство не встречалось в штыки враждебно подавляющие массы средств массовой информации, особенно телевидением. Россия является исключением. Вы поезжаете в Штаты, в европейских странах, вы нигде не найдете такой антиправительственной, а галтелой кампании, которую ввели собственные журналисты. Дело в том, что у нас как раз средства массовой информации, особенно электронные, попали в руки к людям антигосударственно настроенных, грубо говоря, антироссийским людям. Вы посмотрите, все основные кампании, которые ввели с печать, они против государственных интересов России. Если речь идет о Чечне, то все выступают за отделение Чечни. Если речь идет о Курильских островах, то все симпатии на стороне японцев. Если судят где-то российское государство предателей своих, то вся наша электронная махина стоит на защите предателей. Если России, конечно, было бы выгодно объединиться с Белоруссией, то провокация за провокацией шельмования Лукашенко Белоруссии и отпоследовательных. То есть наше телевидение является антигосударственным. В этом смысле даже можно назвать экстремистским. Потому что таких ситуаций нигде в мире не существует. Ну вот сейчас средства массовой информации все делают, чтобы показать, что нынешнее правительство не способно работать с МВФ, что кредитов никаких не дадут, что избавиться нужно от этого правительства. Наши телевизионщики, телеболтуны, они тщательно скрывают обычно суть явлений. Ведь никто не скажет, почему МВФ не дает кредиты от нынешнего правительства. А ведь совершенно очевидно, что есть пункты, на которых МВФ настаивает и которые неприемлемы. Не только для Маслюкова. Маслюков просто отстаивает интересы национальные. А вот смотрите, какие наши телезрители смогут оценить. Первый пункт, которого требует МВФ. Снизить размер пенсии в России всем гражданам, получающим их. До 320 рублей, как средний потолок. Все пенсии уравнять. Вы представляете, что это произойдет в России сейчас с этой многомиллионной армией пенсионеров? Надо одновременно, правильно там пишут журналисты, надо заказать 3-5 миллионов гробов одновременно. Потому что жить на полдоллара для пенсионера в день, когда один литр молока стоит больше, это невозможно физически. А МВФ на этом настаивает. Ну а наши, естественно, упираются, защищая интересы. У вас именно огромный. Второй пункт. Они требуют, чтобы все расходы по жилищам и коммунальным услугам полностью переложить на плечи жильцов. Представляете, сейчас часть этих расходов покрывает государство. И то при этих условиях нынешние зарплаты и нынешние пенсии вынуждают большую часть жильцов просто не платить. Такой процент, пожалуйста, вам скажут где угодно, в московской мэрии или в любом городе. Люди просто не платят, потому что иначе это голодная смерть. Если принять условия МВФ, это будет означать в два раза как минимум повысить все расходы на квартиры и жилищно-коммунальные услуги. Это вызовет социальный взрыв в стране. И сколько мысляков не объясняет это чиновникам МВФ, они пока упираются. Вот они требуют, чтобы мы еще сократили расходную часть бюджета нашего государства на 1-1,5%. То есть они говорят, увеличить надо доходность бюджета где-то примерно до 3,5%. Что значит наш нищий бюджет еще урезать на полпроцента? Ведь у нас и так нет ничего ни на здравоохранение, ни на образование. Вы же говорили, что весь бюджет России равен бюджету Финляндии. Так вот они требуют еще больше сократить. Вот против этого и восстает российская делегация, правительственная, и мышляков, которые возглавляют ее. А все наши средства МВФ будут галдеть другую тему петь. Они будут говорить, что не дают коммунистам. Правильно, конечно, антикоммунистам давали раньше с большей охотой. Ведь, например, все бюджеты до сих пор были убыточными и дефицитными. Вот все, что Черномырины, Кириенко утверждали, все было убыточным. Международный валютный фонд не ставил вопрос о том, чтобы превышение было доходов над расходами. А сейчас вдруг выдвинул такое требование. То есть политические условия большие. Поговаривают, что требуют еще изменить нашу позицию в сербском вопросе, в иракском вопросе. То есть давят коленками на грудь чахлой России вовсю. Поэтому тут мы защищаемся, но надо говорить об этом открыто и прямо. А не вертеть, так сказать, вокруг того, что личностям не дают. Нет, не дают под определенные условия. А с другой стороны, если посмотреть, то, что ни говори, а правительство все-таки сумело расколоть единый фронт. Так сказать, те, кто давал нам долги западные. Я иногда говорю, да, Маслюкову надо хоть, по крайней мере, медаль хорошую дать за то, что он своей твердостью разбил фронт наших взаимодавцев, так называемых. Ведь эти демократы соорудили пирамиду ГКО. И мы в нее влезли. Это, собственно, была сделка преступная между правительствами, предыдущими, и группой банкиров, олигархов, которые рухнули. Это они нагромоздили эту пирамиду, изъяв все средства, которые были аккумулированы в банках. Так вот, теперь мы отказываемся платить по этим ГКО то, что требуют иностранные кредиторы. То есть 100% за эти пустые бумажки. И мы настояли на этом. Сейчас этот фронт рухнул. Deutsche Bank вышел из этой группы, за ним посыпались другие американские банки. И мы смогли облегчить налоговое бремя для наших людей, для нашего бюджета примерно на 80%. Это ли не заслуга Маслюкова? Да кто из них демократов мог это сделать раньше? Никто. Вот смотрите, Яблоко целенаправленно критикует правительство. Все плохо, что бы ни делалось, что бы ни происходило. Сегодня Явлинский встречался с президентом. Как вы думаете, к чему бы это? Для меня это зловещий признак. Потому что все-таки все эти демократы, они видят только один реванш. Вот пусть президент подпишет указ о реформе правительства. То есть выгонит оттуда наиболее одъезных, наиболее упрямых и упорных деятелей. Поэтому вызов Явлинского, хотя Явлинский заявил, что он о кадровых делах не шел, вопрос. Но кто поверит Явлинскому? За Явлинским никаких заслуг и никакого опыта реального нет. Мы не раз об этом говорили. Ведь это он, автор авантюристической программы «500 дней», когда он думал, что Россию можно всю поменять за какие-нибудь несколько, пару десятков месяцев. Это он ездил в Нижний Новгород к Немцову и пытался реконструировать эту область. Ничего у него не получилось. Но рвется он только на один пост, как вы помните, премьер-министра. Он ведь отказывается от первого вице-премьера категорически. Вот дайте мне порулить Россией. Но это будет вариант правого центра. Я от него ничего хорошего не жду. Просто во власть придет новая группа воров, которая, так сказать, уже вот у нас хорошо себя зарекомендовала, демократическая рать, как воры. Так что? Скажите, пожалуйста, вот чеченские дела сейчас приобрели более крутой поворот после похищения генерала Геннадия Шпигуна. Ультиматум был объявлен в Чечне и стек ультиматум. Результата нет. Представителям ВД все в плену находится. С другой стороны, в чеченском плену сейчас сотни русских людей, граждан России находятся. Многие из них и представители власти, были, вы знаете, власов, были и даже православные священники. Но за них никто не собирался воевать. Неужели вот все они не стоят одного генерала МВД? Вот знаете, вот как-то странно это. Похищали представителя президента, но такой реакции Москвы не было. А с другой стороны, вот что ждать сегодня простым людям? Не начнут ли чеченцы морить россиян в метро газами, как Аум Седрикев, помните? Да, да. Угроза такая есть. Конечно, та вот вся воинственная риторика, свидетелем которой мы являемся, она, в принципе, может быть нами спокойно отброшена. Это, так сказать, делается для успокоения общественности. Потому что никаких сил у России повлиять сейчас уже на чеченскую ситуацию силы нет. Вы понимаете, в российском обществе сейчас действительно настроения очень разные. Одни говорят, что надо долбануть как следует, и в конце концов утвердить вообще наше право, по крайней мере, жить спокойно в том краю. И до крайней степени, которые говорят, давай все сливать, давай спокойно терпеть и умиряться. В самом правительстве, вот Абдул Атипов, наш министр по делам национальной политики, он говорит, что надо мирно жить всем. Надо вести переговоры не только с Масхадовым, но и с Басаевым, и с Радуевым, и с Яндарбеевым. Вот сидите со всеми, кто объявлен во всесоюзный розыск уголовный. Все это же люди объявлены. Вот его политика. Никоим образом, так сказать, не мешает силам. Скажем, политика Степашина. Ультиматум, долбанем, точечные удары ракетные, якобы послали туда установки. Но сами понимаете, что никто на это не пойдет. У Примакова наиболее правильная позиция. Давайте вести переговоры с законной властью, с Масхадовым. Попробуем совместно решать эти дела с тем, чтобы не доводить до конфликта. И, по-моему, уже начали, так сказать, пошумим, пошумим, а потом будет обычный процесс, как и с Власовым. То есть поиск, размена, поиск какого-то компромисса. И, по-видимому, к этому придем. До 2000 года будем сидеть вот в этой ситуации. Статус-кво. В 2000 году истекает срок, надо определять статус Чечни. И тогда, конечно, уже все изменится. То есть сегодня, фактически, Чечня выступает как независимое государство. Абсолютно. Да и Юре оно у нас в нашем составе. В нашем составе. Ну, а вот наступит время, подписанное господином Лебедем, генералом. И нам нужно будет определиться, куда пойдет Чечня. И как бы с Чечней. Ну, хорошо, поживем, увидим. Другой вопрос. Вот сейчас, помните, в прошлой передаче мы только говорили о демоническом влиянии Березовского. Как вечером его освободили от должности исполнителя секретаря СНГ. Ну, я не считаю, что, конечно, что это после нашей передачи. Но все же, как вы думаете, страсти-то бушуют, продолжаются? Он тут сразу вот за границу уехал. Хоть и говорит, что я вообще чиновник, подчиняюсь своему президенту. Но ведет себя так, как будто он на равных с господином президентом нашим. В этом ему не откажешь в самолюбовании, в саморекламе. В этом он действительно преуспел. У него уже свои собственные средства массовой информации, свои газеты, свои радиоканалы. Ведь мы из этого, в общем-то, плюгавенького рядового человека сделали величайшего политического деятеля. Который приобрел мировую известность. Этакий граф Калиостро российской истории. Кто его называет Распутиным без креста? Кто его называет демоном российским? Кто главой русской мафии? Ну мы раздули действительно муху до таких пределов. Причем раздували власти российские, русские, Ельцин. Вот Коржаков об этом прекрасно пишет в своей книге. Кто и как передавал им. Ведь это же, в общем, человек, проходящий по целому ряду уголовных дел. Принак, это был первый подозреваемый по делу убийства Листьева. Это человек, который обобрал на 40 миллионов долларов русское население, создав миф о постройке автомобильного завода для создания народного автомобиля. Нет ни автомобиля, ни тех денег, которые туда принесли. Он один из мастеров вот этой аферы. Примитивный, но наглый. Когда они оформили огромную партию автомобилей Лада как экспортный товар, а потом взяли и перепродали его на внутреннем рынке. За него держатся. Он знаковая фигура. Он знаковая фигура, поэтому вся эта политическая шпана требует сейчас за его голову, чтобы отдали кого-то из правительства, премьеры или первых вице-премьеров. Вот чего добиваются. Но я думаю, что если власть решила точно освобождать Россию от коррупции и от этих демонических наваждений, она должна довести дело Березовского до уголовного дела, до судебного дела и поставить на этом, по крайней мере, первую точку для очищения России от коррупции и мерзости этих лет. Ну что ж, спасибо, Николай Сергеевич, что Вы ответили на те вопросы, которые сегодня пришли к нам в редакцию. Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Ахимов, эти великие имена нельзя вычеркнуть из истории, как нельзя вычеркнуть вековую культуру России. Ведь они славны не только своими победами, но и духовным богатством, праведностью, выражением национальных интересов. Сегодня в городе Краснознаменске Одинцовского района второй день работает конференция Отечества Церковь Армии. Служение воинское – это есть служение самопожертвования. Воин, если это христолюбивый воин, он идет в сражение не для того, чтобы убивать, не для того, чтобы захватывать, завоевывать, обогащаться за счет побежденных. А христолюбивый воин идет для того, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Это дети, женщины, старики. Это святыни его родины, храмы, монастыри. И вот такое воинское служение имеет корни христианские, потому что наша вера зовет человека к самопожертвованию. На слушаниях обсуждаются вопросы современного взаимодействия Церкви и армии, роли Церкви в духовном просвещении и образовании, вопрос влияния Русской Православной Церкви на повышение боеготовности. А перед конференцией в Савино-Старожевском монастыре был отслужен молебен в честь нашей русской армии. 9 марта его вспоминали в разных краях нашей Родины. В Ростове, где он родился, на Оренбуржье, где Виктор Петрович строил горнообогатительный комбинат, в Москве, где работал, писал книги, где воспитывал детей и внуков. 9 марта ему исполнилось бы 62 года, самый зрелый возраст для государственного деятеля. В 760-й школе города Москвы состоялся вечер памяти Паленичка. Здесь собрались самые близкие ему люди, родственники, соратники по Афганистану, друзья. Здесь же были и школьники, которых учат на примере таких людей, как Паленичка, учат любви к Родине, учат чести, долгу и совести. В школьном музее мы услышали следующее. Весной 1993 года до назначения Паленичка главой временной администрации в районах чрезвычайного положения на Северном Кавказе от этой должности отказались 11 человек. Паленичка тоже осознавал всю ответственность работы, все сплетение проблем, но согласился работать, ибо шел не на должность, а заступал на пост, на рубеж, на который обязан был выйти как солдат, патриот и гражданин. Ему удалось многое сделать, так же, как в Афганистане, на Горном Карабахе, причем используя язык добра, уважения и справедливости. Но именно этот язык и был опасен для тех, кому нужно было не укрепление России, а разрушение ее государственности. Он погиб в засаде, в Тарском ущелье. Его гибель была в ряду первых из заказных убийств. А какие с его именем связывались надежды? В этом году селу Знаменскому в Одинцовском районе Московской области исполнилось 495 лет. Среди окрестных деревень село издавна славилось добротными домами, кустарными и ремесленными промыслами. В советские времена оно вошло в крупный совхоз, где и трудились его жители. Ну а теперь вокруг Знаменского вовсе не поля, где когда-то росли свекла и морковь. Здесь поселились новые хозяева, построившие роскошные особняки. Но кое-что от старого все же сохранилось. Издалека, на высоком берегу Москва-реки, виден храм знамени Пресвятой Богородицы с вновь обретенными куполами. Разграбленная в 30-е годы, церковь дважды горела в конце 80-х. Но 10 лет назад сход жителей села принял решение о восстановлении храма. Конечно, церковь подняли из руин. Поднимать ее было очень трудно. Ничего не было. Даже в первое время, когда только пришел первый батюшку к нам, ящики с песком ставили, и туда свечки горели в ящиках. В Знаменском есть еще одно святое место, куда люди приходят поклониться. Памятнику 68 погибшим в Великой Отечественной войне односельчанам. Его построил полковник в отставке Василий Автономович Гудков, потративший на это благое дело личные сбережения. У людей остались память и вера. А летом в родное гнездо слетятся дети и внуки, живущих в Знаменском. Пока помнят родные корни, село не умрет. Вы были когда-нибудь в Русском духовном театре «Глаз», что находится в Москве на Малой Ордынке? Если нет, то обязательно побывайте. Вот уже как 10 лет здесь идут спектакли, которых вы не увидите ни на одной другой сцене. Сегодня на его сцене премьера спектакля «Ванька, не зевай», посвященная предстоящему юбилею известного писателя-публициста, неутомимого искателя правды Василия Шукшина. Это спектакль размышления о месте молодого человека на земле, в своем отечестве, о духовности его и бездуховности, и что за этим стоит. Я нашел в произведениях Шукшина абсолютно религиозные мысли, мысли православного человека. Шукшин – это не просто такой талантливый писатель, это направление общественной мысли, я бы так сказал, и мысли вообще русского человека. Не терять свою малую родину, ибо потеря этого может привести к небрежению, а то и забвению своей родины. Сегодня Международный фонд славянской письменности и культуры отмечает свой десятилетний юбилей. Это общественное объединение, созданное 11 марта 1989 года по благословению Святейшего Патриарха, призвано восславить и приумножить деяния святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, даровавших славянской культуре ее духовный оплот, Слово Божие. Во имя достижения этой цели фонд ежегодно проводит празднование Дня славянской письменности, а также является инициатором и участником многих других акций, способствующих сохранению нашего духовного и историко-художественного следия. Международный фонд славянской письменности и культуры объединил энтузиастов и подвижников, воплощающих в жизнь идею за веру царя и отечество. В редакцию пришло письмо от Валентины Петровны Мечниковой. Она пишет, что купила консервы, на них написано «Кошер». А что-то такое она не знает. И ни продавщица, ни директор магазина не могли объяснить. Вы знаете, самое любопытное, что когда я взял большой толковый словарь, то там тоже этого слова не оказалось. Не было его и в академическом словаре, и в словаре Ожегова, и в энциклопедии, в словаре иностранных слов. Одним словом, в продаже есть, а что-то такое не знают, не найдешь. Что за слово такое «Кошер» мы поручили узнать нашему корреспонденту. В магазинах Москвы все чаще появляются продукты из Израиля или США с надписью «Кошер». Что знают об этом наши соотечественники? Вы знаете, что такое кошерный продукт? Нет. Нет. Не кушала, но никогда не понимала смысл этого слова. Вы имеете шоке и фрукты? Нет? Что-то такое связано с иудейским насчет нарастом. Ну, я не знаю, как-то правильно ли говорить. А конкретно нет. Что-то когда-то убивают головой то ли на Запад или на Восток, я не знаю. На первый взгляд, отличие к кошерным продуктам лишь в том, что они более дороги. Если сравнивать, допустим, вот такие салаты, которые у нас пользуются, кстати, спросом, вот они стоят у нас 12 тысяч, а кошерный продукт стоит 19 шестой. Странно. За разъяснениями мы обратились в московскую хоральную синагогу. Например, если идет речь о мясе или куриные продукты, где, например, надо, как принять тоже мусульманов, нанимать специальный ритуальный резник. Потом надо прочистить мясо и помыть мясо с водой и оттуда снять любой вид крови и так далее. Это очень долгий процесс, который занимает время, и поэтому кошерное мясо и куриные продукты вообще стоят больше, чем обычные. Я спрашивал об этом у людей, интересовался. Все-таки у меня осталось ощущение из моих расспросов, многолетней давности уже, что кошерные продукты потому и стоят дороже, что они и освещаются, и раввины посещают на этих заводах, и молятся. И поэтому, когда мы покупаем кошерную пищу, тем самым мы, потому что она более дорога, делаем некий взнос на содержание синагог, на содержание иудейской традиции, иудейских общин. Мне кажется, что если это действительно так, в этом есть все-таки некоторая некорректность, потому что человек должен все-таки свободно решать, на что он жертвует свои деньги. Казалось бы, в чем проблема? Раз подобные продукты дороже, то их купят лишь верующие иудеи. Однако в Америке, например, кошерные отметки стоят на большинстве продуктов питания. Мы в своей собственной столице уже отдали бывшие колхозные рынки в руки кавказца. Наши старушки с добротным и дешевым товаром изгоняются с прилавков. Покупатель покорно субсидирует экономически оформленный национализм. Так что и контроль за пищевой промышленностью вполне может перейти в руки некоего сплоченного этносу. Равинский суд в Москве, который я возглавляю, тоже занимается сертификатом кошерута. только, что вам давать несколько примеров. Вы, например, называли импортные продукты, которые идут из Израиля, например, или из Запада, но мы занимаемся сертификацией экспортной продукции. В Израиле, например, продукции Красный Октябрь, несколько видов шоколадов под наблюдением Равинского суда являются кошерными. И так даже у нас есть Льозоновский молочный завод, там много продукции под наши несколько видов творог под наши проверки. И можно сказать вообще, что кошерные продукты, они более чистые, чем обычные. Это очень полезные продукты. Я скажу, так даже они как бы так способствуют, наверное, бодрят иногда. А вам приходилось есть, да? Да, я все время ем кошерные продукты. Кто следит за своими здоровыми, может попросить. То есть это полезные продукты? Да. Мне кажется, что кошерные продукты все-таки не просто продукты, которые обладают какой-то экологической чистотой, определенной рецептурой. Я думаю, что все-таки это продукты, имеющие некоторые ритуальные насыщения. Дело в том, человек, который знает благочестивые еврейские семьи, который знаком с литературой просто вот такого раввинистического иудаизма или даже хасидской традиции, знает, что с древнейших времен в благочестивых еврейских семьях принято любое действие совершать с молитвой. В общем, ничего особо не религиозного нет, никакие богословения нет, никакой какой-то святой источник или ничего. Это как уровень, чистота во время продуктов. Странно. Читаем продаваемую в синагоге книгу медицины и Каббала. Некий раввин поучает своего ученика, когда ты приносишь мясо, постарайся приносить кусок близкий к месту благословения. Перед тем, как перерезать горло, приносят надлежащее благословение. Следующая цитата также говорит о мистическом значении кашрута. Немыслима красота и святость еврейской жизни без религиозной и моральной дисциплины, связанной с диетарными законами, которые превращают каждый еврейский дом-святилище, обеденный стол в жертвенник, а домохозяйку в священнослужителя. Если бы все евреи перестали соблюдать диетарные законы в течение, скажем, 150 лет, тип идеальной еврейской личности окончательно исчез бы. Был бы на земле еще один народ, но еврейский народ, каким мы его знаем, прекратил бы свое существование. Слова сии, написанные Раби Вакшалом для иудеев, сильно отличаются по смыслу от сказанного вашему покорному слуге. Эта продукция, она кошерная, но любой человек будет это использоваться. Она не подается как кошерная продукция, она подается как израильская продукция. Каждый праве питаться в соответствии со своей религиозной традицией. Наверное, именно поэтому было бы правильным продавать кошерную, ровно как и буддийскую продукцию в специальных отделах с соответствующими надписями. Я думаю, что многие из вас согласятся с мнением корреспондента, что каждый вправе питаться в соответствии со своей религиозной традицией. Наверное, поэтому и правильно было бы предложение продавать такую продукцию в специальных отделах с соответствующими надписями. Тогда бы и не было недоумевающих вопросов телезрителей. У каждого народа свои традиции. Вот я вспоминаю такое недавно было совсем у нас на нашей памяти. Вы знаете, если у нас на банке нарисован поросенок, это значит свинина в банке, корова, говядина. Тут все понятно. Но одно время появились банки надписи только на иностранном языке, а там нарисован негр, Англ Бенц. Вот и думай, что там в банке. Все ближе приближается юбилей Александра Сергеевича Пушкина. В каждом номере журнала «Русский дом» вы найдете интересные факты, связанные с жизнью поэта. В третьем номере журнала вы узнаете, почему могла не состояться свадьба Пушкина. В канун юбилея «Русский дом» предлагает вам цикл передач «Поэты России. 20-й век». Эти передачи вы можете смотреть по пятницам два раза в месяц в 19 часов. Сегодня в гостях автор и ведущий этого цикла профессор литературного института Владимир Павлович Смирнов. Добрый вечер. Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, вот почему вы считаете, что сегодня зрители, люди будут смотреть вашу передачу? Ну, я сейчас боюсь заниматься какой-то сам рекламой и давать раннюю оценку собственного труда и труда моих товарищей. Дело просто в том, что в последнее время, это всем известно, без конца варьируется одно и то же, что наконец-то Россия начала поспешать в царство цивилизованных народов, царство цивилизации. Вот эта хрюкающая ахинея, которая вот так плотно везде высказывается, она просто фантасмагорична, потому что России спешить к пойлу цивилизации совершенно ни к чему, ибо мы страна огромной, ослепительной, расточительной культуры. И центром вот этой вселенной русской культуры и вселенской культуры, потому что русская культура всеобщая, универсальная, это очевидно, она не нуждается в каком-то самоограничении и в изоляции. Оказывается, Пушкин. Оказывается, Пушкин. Я, возможно, произнесу с точки зрения такой особой, скажем так, сакральной, нечто кощунственное. Пушкин ведь не просто великий, превеликий, огромный поэт, родоначальник и так далее. Дело не в том, чтобы нагнетать эпитеты и превосходные степени. Пушкин создатель, и это его отличает от остальных великих русских художников разных веков. Он создатель русского светского Евангелия, если можете себе позвольте это сказать. И поэтому участие Пушкина в созидании души, в росте души, оно не просто спасительное. Оно не просто спасительное. И когда иные наши большие писатели, будь то прозаики, поэты, обращались к Пушкину, это был не просто их собственный акт, акт их творчества какой-то. Это всегда был некий этап нашего национального самосознания и самопознания. Но вы взяли и выбрали поэты 20-го века. Да, 20-го века, но это ближе. Вот век завершается. Век завершается. Много наговорено и написано о том, что это век кошмара, ужаса, кровищи, тоски, безумия и так далее. И действительно век сопровождался. Хотя, между прочим, и другие века, и у других народы сопровождались часто далеко не радостными обстоятельствами. Но сейчас, оглядываясь на этот век, мы видим, какая создана грандиозная культура. И здесь, и в условиях советской России, потому что в условиях советскости существовала вечная Россия. И это касается прозы, музыки, изобразительного искусства всего. И русская поэзия XX века, ну, во-первых, это поэзия, которая помогает, используя словами Пушкина, самостоянию человека. Она связывает его с неотравленными источниками бытия. Потому что очень часто творчество крупнейших наших поэтов XX века, самых разных, с разными сонями, здешних, эмигрантов, красных, белых, каких угодно, это все связано с сутью вообще нашей национальной жизни. И речь не идет об этнографии. Вот почему наши поэты, обращаясь, скажем, XX века к Пушкину, речь даже не идет о достоинствах его поэзии. Бунин выступает в Париже. Бунин тоже, между прочим, не последний, да, орловский помещик, который умеет писать. Так он просто говорит, кто такой Пушкин? Это тот, в ком воплотились высшие совершенства России. Блок в своем последнем стихотворении Пушкинскому дому. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Есенин, Есенин, обращаясь к Пушкину, говорит, того, кто русской стал судьбой. То есть, Пушкин вообще, он расширительно совершенно присутствует в нашей жизни. Расширительно. И, надо сказать, благотворно. В 37-м году, когда отмечалось его столетие, Андрей Платонов, и в этом году тоже его столетний юбилей, величайший художник, художник 21-го столетия, изменивший даже представление о художественном пространстве. Его сейчас все пытаются толковать так, антитоталитарный, еще какой-нибудь. Анти не бывает без положительных началов. Если положительное начало сводится к анти, это это профанация. И то, что люди в это верят, это просто, ну, это надо, об этом надо жать. Так вот, он свою статью о Пушкине назвал так «Пушкин наш товарищ». И действительно представишь себе, возможно, такая фраза «Пушкин наш господин». Чушь получается. И смысловая, и всякая. Причем товарищ не в том смысле, который сейчас навязывается, что слово товарищ в родственную жизнь притащили люди в кожанках с маузерами. Слово товарищ в наших летописях, в наших песнях, у Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Весенина, в приказах адмирала Корнивова во время Севастопольской обороны и так далее. Вот он наш товарищ, и он спасительное начало в сегодняшнем помрачении. Если мы будем просто стонать, мы будем помогать вот этому нашему всеобщему унынию, это одна сторона, а другая мы как-то не просто демонизируем, мы придаем фундаментальные основы бесобщине. И часто ахинею, пыль мы делаем чем-то таким значительным. Это касается персон, это касается событий, поступков и так далее. Скажите, пожалуйста, Владимир Павлович, какая ближайшая ваша передача, кому посвящена? Ближайшая передача, но мы, конечно, пойдем по исторической конве, вот у нас Бунин, Иннокентий Анинский, великий наш поэт, потом пойдут Брюсов, конечно, Блок, и Мандельштам, и Пастернак, и Хлебников, и Маяковский, и Есенин, и Клюев, и Ходосевич, вот, но в основном вот в этом таинственном сцеплении судьбы поэта с нашей общей, с русской судьбой. Ну что ж, Владимир Павлович, мы желаем вам успехов. Большое спасибо. Я приглашаю всех вас посмотреть эти прекрасные передачи, поверьте мне, я их посмотрел. Спасибо. А мы сегодня продолжаем серию специальных репортажей Андрея Викторовича Полушина из Новосибирской области. Настоятель Покровского храма, отец Виктор, встретил нас сразу у входа. Он торопился в Бердскую бригаду спецназа, где у молодого пополнения начинались первые учения, сейчас бегал вокруг церкви и отдавая последнее распоряжение. Ну что, поехали? Другой. Отец, что в порядок будет? Ну, приносим ассоциальные возможности. От Дмитрия я уже знал, что отец Виктор не пропускает ни одной возможности испытать все прелести солдатской жизни. Неделями живет в казармах, вникает во всеармейские передряги, прыгает вместе с десантниками с парашютом. Побывав на Северном флоте, отец Виктор на подводной лодке «Баршавянка», прозванной за бесшумность американцами «Черной дырой», участвовал в тесте на выживаемость. Батюшка был погружен в торпедный отсек, из которого в темноте выплывал самостоятельно. Не у всех это получается. Трудно не поддастся панике, когда затраивают крышку люка, а узкую трубу заполняют водой. Отец Виктор выдержал тест достойно. По его словам, армейскую жизнь надо знать не понаслышке. Только тогда найдешь нужные слова утешения. А слова утешения ох, как нужны. Потому как трудно объяснить то, что творят сегодня с вооруженными силами. Мы подъезжаем к полигону, на котором беспомощно застыли две танковые армии, выведенные из Германии в это чисто поле. Отец Виктор бросает. Если проедем чуть дальше, увидим такое же кладбище вертолетов. Но мы сворачиваем и вскоре застываем в сугробах. Спецназ засунули в самый глухой угол огромного стрельбища. Хорошо на дороге попался КАМАЗ, везущий в лагерь воду, а то топает нам пешком по бескрайним снежным просторам. Едем тихо, чтобы машина не забуксовала. В Бердской бригаде отца Виктора знают все. Вместе с этими офицерами и прапорщиками он месяцами жил бок о бок в Чечне. А такое не забывается. В те дни походная церковь отца Виктора стала средоточием всей духовной жизни в Ханкале. В день доводилось крестить по 30 человек. Приходили сюда, потому что поняли, нельзя воевать с верующим противником, не веря ни во что. Да и умирать не хрестим, страшновато. А еще раз, и у меня отца и сына, и святого, духа. Делать это нужно четко, заслониться, красиво, не спеша, без судьбы. А ведь тогда в спину нашим солдатам стреляли не только боевики. Острой болью отдавались в сердце сообщения прессы о бездумных, вечно пьяных федералах и благородных чеченских Робин Гудах с гранатометами. Но эта ложь разбивалась о маленькую палатку священника, разделившего с русским солдатом его суровую долю воевать в конце 20 века на два фронта. В 1995 году при полном построении командир дивизии РВСН генерал-майор Камалов присвоил отцу Виктору звание гвардии войскового священника. В армейской среде отец Виктор чувствует себя как рыба в воде. Видно, воинский дух заложен в основе его характера. Да и чему удивляться, если сам он из казачьего сибирского рода. Этот неуемный дух и забросил его год назад аж на Северный полюс. Есть такая организация Парамир, которая занимается осуществлением парашютных прыжков в экстремальных ситуациях. Но отец Виктор отправился туда не ради славы. Давняя была мечта установить православный крест на самой маковке земного шара. Мечте этой суждено было сбыться. Но удивителен русский человек. Он и здесь, на льдине, готовый в любой момент расколоться и отправить горстку смельчаков на дно, ни на минуту не забывал маккей. В какой стороне Россия-то? Вот там Томск. А? Томск, вот там. Это там уверен. Там точно, да? Откуда не смотреть все равно на юг. безручное все в этом мире бухгающем. среди вечных людов и торосов, человек, брошенная песчинка в океане безлюдной снежной пустыни. Но даже северный полюс не в силах сковать холодом дух человека, если он живет в этом мире, оставаясь не от мира сего. Именно он называется жизнь. Смотрите в следующей передаче. Армейский спецназ готов выполнить любую боевую задачу. Но готово ли правительство спасти его от голодной смерти? Несколько сообщений. В воскресенье 14 марта в канун праздника Державной иконы Божьей Матери пройдет всенародный крестный ход начала народного собрания в 14 часов у часовни памятника гренадерам героям Плевны. Православная народная газета Русь Державна приглашает принять участие в русском собрании, которое состоится 15 марта в 18 часов в кинотеатре Зарядье. Принимают участие известные писатели и общественные деятели. Итак, до свидания, до встречи в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok